Всем привет! В этом видео я хочу ответить на вопрос, который мне задала одна девушка под одним видео. И она спросила, как похудеть на веганстве? Во-первых, это очень хороший вопрос, и я думаю, что очень многие люди, которые либо хотят переходить на веганское растительное питание, либо только перешли, только начинают свой путь, я думаю, что они задаются тоже этим вопросом. И у многих мотивация, это самая главная мотивация, это похудеть. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, на веганстве можно похудеть, и у большинства людей это происходит, но тут есть несколько нюансов. Во-первых, у каждого человека это происходит с абсолютно разной скоростью. Также скорость вашего похудения на веганстве очень сильно зависит от вашего прошлого, скажем так. То есть, например, ограничили ли вы калории раньше, или вы питались, наоборот, слишком много, у вас было в рационе много жирных продуктов, много жирных продуктов животного происхождения, жирного мяса, или вы вообще сидели на диетах, например. То есть эти вещи, они очень сильно влияют на ваш процесс, скажем так, восстановления на веганстве. Но тот факт, что на веганстве, на правильном, скажем веганстве, на правильном рационе питания можно похудеть, это однозначно. И у кого-то, у некоторых людей, когда они переходят на растительное питание, они просто за первый месяц теряют 5-10 килограмм. Что на самом деле не очень здоровое похудение, но если у этого человека много лишнего веса, то это как бы нормально, да? Если, наоборот, у вас был рацион питания очень ограниченный, и вы ограничивали сильно калории, особенно углеводы, то, возможно, вы первое время, наоборот, наберёте вес. Это тоже часто происходит. То есть однозначно нельзя сказать то, что вот вы в первые 2-3 месяца веганства похудеете на столько-то килограмм. Это абсолютно неправильно, потому что мы все разные, мы все, у каждого индивидуальный организм, и у каждого своё прошлое. Так вот, те девушки, которые часто до веганства ограничивают жёстко калории, ограничивают углеводы, они часто набирают на веганстве, но только первое время, потому что организму наконец-то дали еду, ему наконец-то дали качественные калории, и этот вот этот период голодовки, да, грубо говоря, закончился, и наконец-то есть энергия, и организм компенсирует. К сожалению, за все наши прошлые ошибки нужно платить, и может быть даже к счастью о них, к сожалению. Но если иметь растительное питание на долгий промежуток времени, то потом организм помет, что ой, ну всё, мне уже в принципе всё время дают еду, и я не голодаю, и вес начнёт потихоньку уходить обратно, да, то есть вот этот вот сначала пик вверх вес, потом вниз, это абсолютно нормально для тех девушек, парней, которые, ну чаще это девушки, которые в прошлом жёстко ограничивали свои калории. А есть другая группа людей, у них прошлое, это бургеры, постоянные джанк-фуд, постоянные какие-то жирные продукты, жирное мясо, и всё жареное, и всё в масле, то эти люди, скорее всего, начнут сразу худеть на веганстве, так чаще всего происходит. Вот, значит, немножко расскажу про себя, что, какое было прошлое у меня, то есть я пришла на растительное питание, скажем, с такого классического ПП, да, что это значит, то есть я ела нежирное мясо, я ела много рыбы, морепродуктов, я и также ела овощи, но, значит, я реально себя ограничивала, сейчас уже понимаю то, что... Я ограничила углеводы, фрукты, ограничивала, ну, жиры, понятно, я ела жиры, скажем так, растительные, я ела жирную рыбу, но я не ела жирное мясо. То есть это моё прошлое, да, у меня не был лишний вес, когда я перешла на растительное питание, потому что я, ну, как бы, у меня было более-менее вроде сбалансированное питание, но присутствовали продукты животного происхождения, присутствовала молочка, там белое мясо, немножко красного мяса и рыба присутствовала, да. Я углеводы ела, например, только утром в виде каши и какой-то там фрукт на перекус. И, в принципе, часто это были всё, больше я углеводов не ела. То есть я не ела картошку, не ела никакой рис, я не ела крупы, крупы мало очень ела, то есть, опять же, только на завтрак фрукты я ела очень мало. И пасту я вообще не ела, я тоже её боялась, никакую, даже не цельнозерновую, никакую я не ела пасту. Значит, что случилось со мной, когда я перешла на растительное питание? Я не поправилась. И для меня это был очень большой показатель, потому что на растительном питании я стала есть как минимум в три раза больше углеводов, чем я ела раньше. То есть раньше у меня был только завтрак углеводный, сейчас у меня углеводы, ну, каждый прям пища, да, то есть утром у меня фрукты, в обед у меня какая-то там крупа или, я не знаю, или там рис, или салат с овощами, вечером у меня может быть картошка, паста, опять же, тот же рис. То есть у меня, ну, в принципе, растительное питание – это преимущественно углеводное питание. И это по определению так, потому что растительные продукты, они преимущественно углеводные продукты. Так вот, и для меня был показатель того, что я ем реально намного больше углеводов, и я не поправляюсь, понимаете. И для меня это значило, что углеводы, они не толстят. Если есть столько, сколько организму нужно, сколько он хочет, и слушать свое тело, то не поправишься. То есть я, честно говоря, сейчас уже не взвешиваюсь, но по ощущениям, по тому, что я вижу в зеркале, я вижу, что я не поправилась. И это так круто просто есть. Ну, блин, углеводы – это все обожают углеводы. Поэтому если питаться цельными растительными продуктами, то вы точно плохо делите. Но это вопрос времени. Это вопрос времени, потому что, как я уже сказала, все зависит от вашего прошлого. Если вы сидели постоянно вот этих вот диеток, которые, ой, там, неделю на одной диете, неделю на другой, потом вообще объявили голодовку, потом урезали вообще углеводы, потом весь день не едим, потом ночью срываемся, да, очень часто это происходит, то за это все нужно платить. И ваш организм может сначала отреагировать тем, что он наберет вес. Но это здоровый набор веса. Значит, вашему организму это нужно. Если вы набираете вес на растительном питании, на цельном растительном питании, то, значит, вашему организму так нужно. Если он просит это, значит, все это время ему чего-то не хватало. Так вот, есть несколько таких мини-принципов, правил, которыми я следую, для того, чтобы вот, ну, поддерживать свой вес и свой внешний вид, скажем так. Во-первых, это масло, различные масла. Это оливковое масло, кокосовое даже масло, любые масла. Масло это не продукт, не health product, да, это не является таким полезным продуктом, как многие думают, и как я раньше тоже думала. То есть, что такое масло? Это стопроцентный жир. Да, были оливки, росли себе классненько на деревьях, их взяли и сжали, смяли, короче, процессировали так, выжали из них жир и налили в банку. А вот этот весь жмых, эту клетчатку всю, просто куда-то выбросили. Хотя на самом деле осталось очень много еще полезных витаминов, микроэлементов, которые не нужно выбрасывать, которые тоже нужно кушать, потому что клетчатка, мы знаем, что очень полезная, да. А этот вот масло, это стопроцентный жир. То есть, в среднем, в одной столовой ложке любого масла содержится около 120 калорий, да, и это стопроцентный жир. Лучше съесть несколько оливок, чем съесть ложку масла, оливкового, например. То же самое касается и кокосового масла. Я лично кокосовое масло каждый день не использую, я его использую, если я готовлю какие-то там сыроедческие десерты, например. Вот, то есть, если я что-то жарю, тушу, в общем, любые, если я овощи готовлю, я не использую вообще масло, я использую воду только, и, в принципе, если у вас какая-то антипригарная сковорода, то ничего, она не будет пригорать, и без масла можно спокойно, также вкусно приготовить любое блюдо. То есть, лучше съесть цельный растительный продукт, который содержит жир, например, авокадо, например, семечки. То есть, я не говорю, что вам нужно исключать жир, нет, жиры очень полезны, но не в таких больших количествах, как некоторые думают. Да, нам нужен жир, но это не значит, что нужно ложками есть оливковое масло. Можно съесть оливки, можно съесть семечки, можно съесть авокадо, и все ваши омега-жиры будут там, и вы будете их получать. Сам принцип растительного питания, то есть, минимизировать потребление процессированных продуктов. Любые там, опять же, те же веганские сыры, или веганское мясо, в общем, любые переработанные продукты, их нужно на минимум. То есть, фокусируется именно на цельных растительных продуктах. То есть, если я держу в руке яблоко, я понимаю, что вот, оно выросло на дереве, да? Если я держу в руке печеньку Oreo, я понимаю, что оно не выросло на дереве, что очень много чего там все сделаем, чтобы это получилось печенька Oreo. Вот. Значит, вот этот принцип, то есть, всякие вот эти конфетки, булочки, даже веганские, хлеб тоже на минимум. Опять же, если вы в процессе худения, то я как бы не прям так против хлеба. Я лично хлеба много не ем, но, опять же, хлеб хлебу рознь. Если это цельнозерновой хлеб, то окей, пожалуйста. Следующий пункт, это переходим на белую муку, и белый сахар. Несмотря на то, что это веганские продукты, они не полезны. Я думаю, что это уже никого не секрет. Способствует тому, чтобы ваш инсулин подскакивал потом близко падал. Это способствует отложению жиров. Также лимитировать сладкие такие продукты, как, ну, я уже сказала, там, батончики, всякие, сахар в общем, потому что чем больше мы едим сахар, тем больше его хочется. Он стимулирует аппетит, он стимулирует выработку эндорфинов, гормонов этих, счастья. Такие продукты, как орехи, например, да, их надо тоже очень аккуратно, потому что орехи – это тот продукт, который ты можешь вот так вот очень много за раз съесть, и вообще хрум-хрум-хрум, и не поймешь, как ты съел целую упаковку, целый мешок. Орехи – это тоже очень жирные продукты, которые нужно на минимум. То есть главный фокус – это нацельник углеводов. Фрукты различные, овощи, крахмалистые овощи – это окей, картошка, рис. Для похудения лучше фокусироваться на коричневом рисе. Крупы различные – киноа, овсянка, гречка, чечевица, бобовые – очень хорошо. Опять же, различные бобы, белая фасоль, красная, нут, маши и все вот эти вот зеленые гороши – это все хорошо. Вся зелень, очень много ешьте зелени, шпинат, просто салатные листы, кейл. Следующий момент – старайтесь, например, чтобы один прием пищи в день у вас был сырой. То есть это мономил, каких-то фруктов, например, бананов, апельсины, яблоки. То есть, ну, что в сезоне, что у вас есть дома, что у вас есть, что продается рядом и так далее. У меня обычно сырой прием пищи – это завтрак, бананное мороженое. Вот, и что? Все. По поводу соков и смузи. Лучше делать смузи, а не сок, потому что, когда вы делаете сок, вы выбрасываете всю клетчатку, которая тоже полезна, да? А когда вы делаете смузи, остается клетчатка. Потому что, например, возьмем один апельсин и стакан апельсинового сока, даже если выжатый апельсиновый сок. То есть, если вы пьете апельсиновый сок, скорее всего, там находится, ну, скажем так, минимум три апельсина, да? Если вы съедите три апельсина, то у вас будет больше чувства сытости, чем если вы выпьете стакан сока из трех апельсинов. Понимаете? То есть, потому что вы в соке выбрасываете клетчатку, которую не нужно выбрасывать, которая полезная. Вот. Ну, вроде бы все, что я хотела сказать. Фокусируйтесь, короче, на главный принцип. А, еще пейте много воды, конечно, надо двигаться, заниматься спортом. И фокусируйтесь на цельных растительных продуктах. И тогда вы будете худеть здоровым образом, не вырезать калории. Слушайте свое тело, слушайте себя, сколько вот голодные вы ешьте, когда приходится чувство насыщения, немножко даже раньше, прекращайте кушать. Все. Не нужно. Я не большой сторонник подсчета калорий. Если вы только переходите на растительное питание, возможно, это может быть полезным, чтобы просто иметь понятие, сколько калорий я ем в день, чтобы это было достаточно калорий. Все. Фокусируемся на цельных растительных продуктах, не урезаем калории, едим сколько организм требует, сколько хочется, и все. Все будет у вас хорошо. Вот. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Спасибо, что посмотрели. Пока.